Друзья, всем доброе утро! С вами, как всегда, Алексей Крылов. И сегодня последний день пребывания в Египте. Да, этот день настал. Завтра рано-рано утро мы будем уезжать. А сегодня мы будем купаться, загорать, купаться и опять загорать. И все. Сегодня на улице ветерок. Это первый раз. Но, кстати, возле моря ветра нет. А на территории отеля есть. Разными путями. Пусто. Людей вообще нет. Нам пожарят все яички. Вот видите, каждый день какой-то разный. То огромная толпа людей, то получается людей вообще нет. Вот как-то так вот. Посмотрите, я на завтрак что люблю? У меня люблю круассаны. Здесь очень классные круассаны. Кофе, потом омлет и фрукты в йогурт. Все. Вот это, в принципе, мой завтрак. Очень вкусно получается. Вот фрукты в йогурте выглядят так. Вот получается. Это фрукты, а тут йогурт. Этот завтрак придает мне жизненной энергии и радости. И от этого мои видео становятся более радостными и интересными. Давайте я вам расскажу о сложностях на отдыхе. Получается, Диана съела омлет, да? А тут еще есть круассаны и еще фрукты в йогурт. То есть она наелась омлетом, но она еще не ела круассаны, которые хотела съесть, и фрукты не ела. То есть это сложность. Правда? Ну, пришлось же все съесть, правильно? Нет? Не ела круассаны. Понятно. Я бы в себя впихнул бы этот кросс. Шучу. Теперь нужно идти на море, да? Есть силы идти на море? Нет? После такого завтрака? Может, после завтрака пойти отдохнуть еще? Наверное, мы пойдем отдохнем после завтрака, потому что столько сил потратили на завтрак, вот. А потом пойдем на море. Там нельзя есть, но потом отдохнуть. Да? Ну, до моря еще надо дойти. Может быть, позвать, чтобы на тележке довезли до моря? Покидаем это прекрасное место под названием Столовая. Смотрите, столов очень много, то есть... Это ресторат, да, называется. Вот. То есть каждый день разный. Это просто я вообще не знаю. То приходишь, тут стол нельзя найти, и такие толпы стоят, и даже на завтрак. А то приходишь, вообще никого нет. Так, мы собираемся на пляж. Я на этом отдыхе стал таким лентяем, что это просто ужас. Я уже не знаю, какой день недели. Я вот вижу только кровать, сразу нужно прилечь. Вижу лежак, сразу нужно лечь. Вот. Получается, целыми днями ничего не делаю. Вот так проходит жизнь. Книг не читаю, словарный запас не пополняю. В общем, идет интеграция, хочу сказать. Деградация идет. Сегодня поднялся ветерок. Сейчас, смотрите, мы пойдем на пляж и заодно проверим, есть ли ветер на пляже. Потому что, говорят, бухта – это безветренная. А здесь дует прям вообще так нормально. Ну, говорят, что бухта подходит очень хорошо в зимний период. Ну что, смотрите, здесь действительно на пляже ветра практически нет. Это видно по деревьям. Не так колышется, как по территории отеля. Все-таки плюсы вот этого места есть. Наконец-то я добрался до нормального кофе. Ну, как нормального, который хоть немного покрепче, потому что на завтраке вообще кофе никакой. Так, сейчас выпьем кофеек, и день хоть начнется нормально. Так, вот сколько уже нахожусь, действительно, это уже подтверждаю, действительно, пляж защищен от ветра. Потому что здесь, смотрите, вот эта гора еще идет какая-то. То есть там, видно, пальмы сильно колышатся. Там ветер такой нормальный. А здесь прям вообще спокойствие и спокойствие. Ну, еще вот здесь чуть пальмов повыше стоит. Наверное, там еще идет ветерок. А здесь прям ветром и не пахнет. Вот смотрите, что неудобно на этом пляже. Получается, вот тут идет, типа, песчаный заход. Но уже камешки пошли и постоянно подплывают лодки. То есть ты, получается, купаешься среди лодок. То есть вот он, песчаный заход идет, видите? Ну, вот они, лодки тут плавают среди людей. Увидел еще один прикол этого пляжа. Смотрите, водичка из душа вытекает. Прямо в море. Так вот, то есть люди моются в душе. Там используют шампуни, мыло, короче, вот. И все течет в море. Вот он, этот душ, а вон течет вода. Диана меня фотографирует. Давай, не забывайте подписываться на инстаграм Дианы. В общем, поскольку это уже заключительное видео про отдых, что сказать, Египет в мае, это действительно очень круто. Иногда, наверное, стоит переплатить, не поехать зимой. Потому что зимой в 7 утра особо не покупаешься. Ну, тоже смотрим, какая погода. Ну, в принципе, если говорить в обществе. Потому что погода как-то зимой может быть не очень такая классная. Сейчас теплое море, теплые бассейны. Погода очень и очень комфортная. Что тут еще добавить? Просто наслаждаешься теплом. И все. Так, мы пришли в столовую. Все-таки в этом отеле, если нет очереди, это огромная случайность. Наверное, большой выезд. Но сейчас опять людей понаедут. Потому что опять очереди. Опять очереди уже всем образовываются. Есть суп, но нет ложек. Так, что я ем на обед, когда большие очереди? Смотрите, я беру соус. Вот такие булочки вкусные и баклажаны. Я вот соус вымаквиваю хлебом. Ем баклажаны, пью вино. И очень классный обед получается. Потому что за всем остальным очереди огромнейшие. Это все включено. В общем, столовая это огромнейшее разочарование. То есть, вроде бы, ты должен пойти поесть. И наоборот, у тебя настроение должно улучшиться. Ты сюда приходишь, видишь эти гигантские очереди. Взял там, что было. То есть, хочешь нормально поесть, стой в очереди. В очереди нужно стоять долго. Вот дядя уборщик сделал для Даши зайчика. На котором сидит мышка и котик. Да, ты убрала глазки зайчику, да? Что, Даша пришла в номер, будет спать. Будешь спать? Опять заяц. 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 Готики, мой котики, пачки. Ну что, Алексей, выспался. Знаете, здесь отель заряжен на сон. То есть, крепко спишь ночью. Еще и спишь днем. Вот. Либо это все из-за жары. Как-то вот именно очень хорошо спиться в этой поездке. Так, уже все готовится к ужину. Но ужин будет, наверное, через часа три. Смотрите, уже занимаются столы. Вон шапка лежит. Там что-то полотенце лежит. Вот. Там водичка, там уже шапки. Короче, вот так вот. Такая здесь история. При этом люди могут положить шапку. Ужин начнется. А столик часа полтора будет вот. Просто занят и все. То есть, за это время кто-нибудь уже мог посидеть, поесть. Вот, короче, люди здесь сами себе создают проблемы. Хочется уезжать? Ну, я вам скажу правду. Диана хочет уехать. Она говорит, я уже расстал с тела. Мне нужно идти в тренажерный зал. Вот. Потому что она очень любит ходить в тренажерный зал. Так вот. Нет. В самом деле в тренажерный зал никто не любит ходить. Диана тоже не любит ходить. Но она говорит, нужно ходить, поэтому уже пора. За два месяца там было только четыре разницы. Да? С нашими разъездами. И то мимо заходила. Нет, нормально, пора ходить. Это мама что тебе сделала? Платье такое? Слушай, какая следующая страна будет, в которую мы поедем? Я боюсь загадывать. А то сказать Египет. Нет, скажи Египет и все. Тогда точно не поедем. Египет? Да. Мы поедем в Египет, потому что через недельку где-то приедем. Нет. На самом деле сюда очень круто приезжать. Конечно, когда люди первый раз приезжают и попадают в ужасный отель, они говорят, что я сюда больше никогда не приеду. Здесь реально очень круто. Здесь очень красивое море. Здесь офигеннейшая погода. То есть, что еще нужно для отдыха? Правда? Вот. Просто нужно попадать в хорошие отели. Если вы спрашиваете, Алексей, посоветуй какой-то отель, вы видите, что я у меня как в хорошие отели практически не попадаю. Понятно, что хорошие отели стоят подороже, вот. Но есть здесь отели с офигеннейшими коралловыми рифами, вот. С классным питанием, с классными номерами. Здесь это все есть, вот. И не стоит судить, конечно, Египет по какому-то плохому отелю, потому что здесь есть и хороший сервис, здесь есть все. Но это все стоит намного дороже. Вот. То есть, хочешь хорошо отдыхать, нужно хорошо за это заплатить. Хотя я вам скажу, иногда бывают исключения. Вот моя теща летала, как он там называется, Джаз Сарай, вот. За 250 долларов на неделю этот отель считается крутой. Ну, по питанию. То, что я видел, то, что она мне показывала. И это видео я выставил на канале, то есть, реально. И иногда в классные отели бывают очень классные цены, но это чаще всего происходит зимой, когда, скорее всего, будет не очень такая классная погода. Конечно, в мае цены сейчас выросли. Вот май, потом сентябрь, октябрь, наверное. А в декабре уже пойдут цены на спад. Но в декабре можно по классной цене купить. Расскажи, чем ты занимаешься? На территории отеля очень круто приучить ребенка к тому, чтобы он слушался родителей, правильно? Потому что Даша говорит, Даша, пойдем со мной. А, убежал опять. Здесь это ты. Да, я все испортил. А она не слушается. А в отеле, получается, можно уйти подальше, потому что в городе, например, опасно ее оставлять. В отеле убежал и следи, чтобы она шла за тобой как-то так. Потому что не хочется ее как-то насильно заставлять, чтобы это было ее решение. Все уже стемнело, будем собираться на ужин. Смотрите, здесь ползают такие ящерицы. О, видите, как поползла. Все, убежала. Дашенька под столом. В общем, вы тут веселитесь. Ты что тут делаешь? Веселишься? Дашенька под столом. Дашенька под столом. Веселитесь. мы поужинали сейчас отправляемся на наама бэй так я просто вроде правильно называют улицу вода наама бэй вот у нас как раз выходит красная дорожка вот мы идем в сторону пляжа и это уже дело показывал идея не написал один из наших подписчиков скал гарри давайте встретимся так туда вот эта красная дорожка найдет вперед 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 на нее выходят многие отели и в этом очень такое удобство то что в пешей доступности у нас есть практически все и супермаркеты и кафе и рестораны все что захотите получается мы прошлись по этой дорожке вот выходим на основную улицу где вся тузня происходит друзья захотела диана попить на ночь сок смотрите зажгли попить сок стоит 45 фунтов пишет вот получается 3 сока 135 фунтов а нам говорят 175 фунтов получается сколько фунтов 40 фунтов это сколько раз-два два доллара за сервис короче тупо начинают разводить нас короче вообще жесть получается так что разбирайся вот запоминаем кафешку это наама бэй находится я хочу сейчас расскажу название кафе это вообще жесть дельта шарм h2o бич говорили и вот запоминаем это 31 получается 3 фрэш что и 1 и до тикси серфис очень у нас разве опять я не знаю что делать что делать что делать что делать таких сюда заплатить так у нас тут произошла встреча с подписчиком с александром александр в беларуси вот в общем у нас только что веселая ситуация была зашли попить сок просто зашли в кафешку сок под 45 фунтов получается 3 сока должно стоить 135 фунтов нам сделали мы быстро выпили мы даже толком не сидели там дает счет сколько 175 фунтов 170 да то есть сверху два бакса получается я говорю два бакса за что сверху говорит за сервис короче в итоге пришлось с ними ну мы не мы не особо не ругались короче в итоге нам потом на по нормальной цене отдали короче обманывают как могут да мне просто давно уже такого не было и мне под конец поездки это короче выписано короче такие ситуации происходят очень часто получается договариваешься на определенную сумму тебе предоставляют услугу потом говорят сумму больше и ты в шоке ну типа там торговался и ну не знаю ну когда уже договорился на какую-то сумму они еще больше говорят в таких случаях я обычно даю ту сумму на которую договорились и молча ухожу но в этой ситуации у меня не было у меня была часть фунтов часть долларах и мне как бы должны были дать сдачу в итоге пришлось короче с ними это угрожать полиции ну что я уже возвращаюсь домой один по дороге вот диана уже давным-давно ушла домой так вот ситуация с соком меня вообще как выбесила ну как выбесила вот завтра уезжаю и сразу такой неприятный осадок ну я просто как когда первый раз приехал в египет я через все это проходил а потом я даже в эти кафешки никогда не заходил туда мне звали звали никого не заходил там только брал магазине то как-то не знаю а тут мы сейчас я уже приду домой ну что я уже дома смотрите у нас идет сбор так вот мы собираемся но вы как считаете по поводу соков тут у меня целая дискуссия уже идет один сок 45 фунтов три сока 135 фунтов а он назвал цену еще раз сколько сто семьдесят пять фунтов да вот думаете ну справедливо переплачивать два доллара даже больше получается до 2 доллара где-то или несправедливо это вообще не в шоке с этого он сказал за обслуживанием получается зашли заказали соки сразу присели выпили их сразу и ушли посидели минут сколько там минут 5-7 такое про обслуживание никто не предупреждал никто ничего не говорил короче ну у них есть такое они говорите по какой-то налог еще что-то короче такой бред вот но соки мы в этот раз получается один сок тут стоил 3 доллара а мы с дианой в старом городе брали там тростниковый слаймом на 1 доллар 2 сока то есть вот эти манговые там без проблем по доллару можно купить вот тут просто диана захотела сок я уже взял как бы один за три мы взяли три получается это у нас обошлось сколько 9 долларов так вот и к этим 9 долларам они еще добавили два чем-то доллара за обслуживание короче так все на этой эту тему закрываем все тут собирают вещи испортили мне на прощание настроение не у меня просто давно такого не было я обычно хожу там супермаркеты все покупаю уже стараюсь не связываться там с уличными торговцами ну что на этом прекрасно давайте будем заканчивать видео я всем желаю счастья здоровья всего самого хорошего самое главное будьте всегда внимательны в египте потому что да есть здесь честные продавцы где все по-честному а бывает вот договорился на какую-то сумму а потом оказывается что ты еще и денег должен так всего на будьте внимательны и путешествие с вами был алексей крылов жена алексея крылова дочь алексея крылова и теща алексея крылова всем пока путешествие алексей крылова